Вот они позамазали, вот они, бояки, стоят. Позамазали все. Люди тоже живут трещиной. В подъезде со стен отваливается краска, с подолка отлетает штукатурка. Последние несколько лет жизнь в таких условиях для домочадцев – сплошное мучение. Квартирный вопрос испортил не только здание, но и нервы жителей. Вот трещина. Потом вот там, потом вот взяли. Кровля над головой есть, правда, в любой момент может обрушиться зданию почти 70 лет. За это время, уверяют домочадцы, здесь ни разу не делали капитальный ремонт. Перекрытие на потолке давно сгнили, стены обросли трещинами. Их пришлось заделывать монтажной пеной. Я уже не боюсь, я здесь 50 с лишним лет живу. Они эти маленькие, их страшно. Это отвалится, туда отвалится. Здесь уже вон они щели. Нам дыра тоже замазать некогда. Так оно и идет все. Эксперты признали дом на Ленина 183 аварийным. Это случилось после 1 января 2012 года. Как итог, не включен в программу переселения. Теперь по закону жильцы вправе требовать денежную компенсацию на новые квартиры. Вот только у чиновников один ответ. В настоящее время из федерального, из краевого бюджетов средства не поступают. Соответственно, бюджет города ограничен. И в сроки расселить аварийные все дома не представляется возможным. Ждем все-таки федеральную программу, где будет рассмотрен вопрос о включении дома по Ленина 183 в эту программу, чтобы граждан все-таки расселить. Сейчас инициативные горожане пытаются убедить власти, что дом не пригоден для проживания, пока безрезультатно. Ответственные, видимо, продолжают верить в устойчивость строения, просят подождать еще пару лет. Правда, у барнаульцев еще свежи воспоминания о точно таком же аварийном строении с номером 33 по улице Эмилии Алексеевой. Тогда под завалами погибло два человека. Кирилл Политов, Андрей Печеркин, Алексей Фризин. Наши новости.